Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сегодня мы рассмотрим основные обязанности работодателя, правкомов и работников. К ним относятся обязательства работодателя касаемо организации производства, обеспечения занятости по охране труда и здоровья, по рабочему времени, по оплате труда, по каким-то социальным гарантиям и льготам и по гарантиям профсоюзной деятельности работников. Ну и сегодня подробнее рассмотрим именно профсоюзные деятельности работников. Во-первых, по коллективному договору работодатель обязан безвозмездно предоставлять правкому необходимые помещения в здании со всем оборудованием, оснащенными различными освещениями, различной уборкой и охраной для работы самих органов, для проведения каких-то общественных мероприятий. Транспортные средства, затем средства связи, должен быть проведен интернет, компьютеры правкома должны быть, должна быть какая-то электронная почта, по которой смогут связываться. Должен быть также доступ к юридическим справочным программам, установленным в самой организации. Также работодатели должны обеспечить возможность копирования на множительные техники, необходимые правком для работы с материалами. Также работодатель по коллективному договору по заявкам самого правкома должен безвозмездно обеспечивать их нормативными документами, получаемые как раз организацией или издаваемые в организации. Также обеспечить правком нормативно-правовой информацией или в электронном виде, или в письменном виде. Обеспечить реализацию правкомом или какими-то другими органами профсоюза права представительства интересов самих работников при регулировании социально-трудовых отношений. Также обеспечить работникам возможность беспрепятственно приглашать для консультации по вопросам защиты их же интересов самого правкома представителей профсоюза. Обеспечить представителям профсоюза беспрепятственный бесплатный допуск на территорию самой организации, в том числе на каких-то автотранспортах самой организации, а также возможность свободно проверять правильность применения норм труда и наличие заработной платы. Также работодатели должны обеспечить право профсоюзных правовых и технических инспекторов труда беспрепятственно проводить различные проверки состояния условий работы, охраны труда работников, их заработной платы, соблюдение каких-то правовых нормативных актов, содержащих нормы трудового права. И в том числе сюда относятся то, что работники обязаны организовать, проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников, принимать участие в различных расследованиях, несчастных случаях. Обязаны или имеют право? Имеют право. Если такие случаются вообще на производстве. Получать информацию от должностных лиц организации о состоянии условий и охраны труда и также получать информацию о всех несчастных случаях, которые могут произойти на производстве. Также защищать права и интересы работников по вопросам возмещения труда, причиненные здоровью самой организации. Предъявлять производителям работы требования о приостановке работы в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровья самих работников. Направлять должностным лицам организации представление о устранении выявленных нарушений, законов и или иных актов. Также они имеют право получать и принимать участие в работе комиссий по испытанию каких-либо технических сооружений в самой организации. Также имеют право рассматривать различные трудовые споры, которые происходят в организации, связанные с нарушением законодательства об охране труда, об условиях работников, также о их заработной плате. Принимать участие в разработке нормативных правовых актов, содержащих нового уровня трудового права. Также здесь же написано, что они имеют право представлять правком безвозмездно для организации досуга работников, их членов, семей различных, помещения, сооружения, стадионы, которые находятся на балансе. Давайте на минуточку остановимся. Хотелось бы, чтобы вы оценили вот это обстоятельство. Сейчас вы излагаете, что там написано. Очень важно, что на это обратили внимание. А какое это имеет значение? Почему это важно? Почему это? Это ведь редкость известная. Я не знаю, насколько вы знакомы с другими организациями и другими, так сказать, предприятиями, но это вот большая редкость вообще, можно сказать, в России. Вот что такие права, которые записаны, под которыми стоит подпись работодателя и так далее. Вот какое это имеет значение? Как вы это оцениваете? Здесь описаны права именно работников и обязанности работодателей. Поэтому, мне кажется, это достаточно большое значение для самой организации, потому что, во-первых, здесь прописаны все права работников. То есть, в случае какого-то нарушения или что-то такого, работник может прийти к тому же правкому или профсоюзу и не голословно, допустим, что-то говорить, а именно даже распечатать тот же самый коллективный договор, принести его и показать, что по такому-то пункту... То, что он в профсоюз может прийти, это никакой тут проблемы нет. А вот он может прийти к работодателю теперь? Да, мне кажется, вот как раз-таки именно с этим договором... Ну вот мы же на это смотрим, как представители конфликтологической дисциплины, да? Вот как раз-таки... Вот он пришел, говорит, что вы там делаете, то не все, а тут я с вами и разговаривать не буду. Он обязан разговаривать? Да. Обязан, потому что прописано, что он должен вот эти представления все принимать, потому что это написано в правах. И всех ознакомили с этим коллективным договором, если он будет его не выполнять, он нарушает локальный нормативный акт. Вот как раз-таки конфликты и могут возникнуть. То есть это записанные права, а не так, что вот я захотел, прихожу, а тебе говорят, твое дело работать, иди отсюда. И нет конфликта. То есть вот все такие конфликты, причем они на мелкой довольно почве могут быть, там какое-то нарушение. Я к вам прихожу, начинаю говорить, я говорю, идите, работайте, чего вы пришли и так далее. А вот тут он должен выслушать и принять меры. Как раз-таки, мне кажется, это еще помогает против всяких митингов именно, которые... Да-ка, что тут митинговать? Ну да, потому что, ну если бы не было договора, допустим, да, и какой-то работник неудовлетворенный в условиях труда пришел бы к своему работодателю, и тот бы, ну, не стал даже с ним разговаривать, соответственно, могло бы произойти... Я вот вам хочу маленькую картинку нарисовать в порядке иллюстрации к тому, что вы сделали. Вот, значит, нахожусь я как консультант в соответствии с темпунктом, что парфюмон может приглашать, кого он считает нужным. И вы должны выдать пропуск. А пропуск – это погранзона, потому что, что такое порт? Пропуск идет через воину, через соответствующее управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Вот, значит, все это бумаги все пишут, и, значит, администрация обеспечивает пропуск, садишься на автобус, который тебя везет через проходную. Там люди приходят, видят, есть пропуск, поехали дальше. То есть я вот, так сказать, выхожу из авто, сел и поехал, так? И вот я наблюдаю в правкоме, приходит здоровенный такой докер, и таким плачущим голосом председателю правкома говорит, «Она сказала, чтобы я шел в отдел кадров». Пишут какие-то бумаги, председатель правкома говорит, что она, кто такая она? «Ну, начальник, это вот наша начальница сказала, чтобы я пошел в отдел кадров». «Зачем? Ну, что меня увольняют». «Да брось ты эту ерунду говорить». «Ну, как она сказала?» «Да ты что, не знаешь, у нас в коллективном договоре написано, без санкций, без согласия профсоюзного имитета, никого не здесь». «Ну, она сказала, и тоже говорит, здоровенный такой, квадратный докер». «Ну, мало ли чего, она сказала, иди, иди работай, не занимайся ерундой, никто тебя не уволит». И такие вот, такие ситуации были, значит, поскольку профсоюз докеров, значит, члены профсоюза прописанных, их нельзя уволить. Потом приходит приказ об увольнении там ряда работников. И тебе говорит, профсоюз, вы что там, представитель правкома звонит, вы что там написали? Там, вот смотрите, там сколько, сверили, кто там члены профсоюза? Ой, мы рассверили, вычеркнули всех тех, которые члены профсоюза, а те, которые не члены профсоюза. А в итоге этой штуки вот и получается вот такой уникальный, можно сказать, в наше время. Я вот других просто вот таких случаев не знаю. Такая ситуация уникальная, что сейчас все работники в этом, в ЗАО, в первый контрольный терминал, члены профсоюза. Или профсоюза докеров, или профсоюза работников механизации. То есть, это обеспечивает же гарантию их не увольнения? Нет, и не только. Просто тех, у кого не было гарантии, тех и уволили. То есть, как бы уже администрация позаботилась, чтобы все, так сказать, работники были члены профсоюза. А у них всех работников, которые не члены профсоюза, увольняют. То есть, эффект какой? Агитирует, причем самым таким решительным образом за вступление в профсоюз администрации. Вы не член профсоюза. Вы будете вступать в профсоюз? Не будете? Увольняю. Так, вы член профсоюза? Извыгодная ситуация. Неинтересно. Вы член профсоюза? Член? Неинтересно. Вы не член профсоюза? Увольняю. То есть, эта возможность остается уволить. Ну и увольняют они тоже так уже по-хитрому, приходят, разговаривают. Детский говорит, давайте мы вам дадим 5 окладов, кому 6. Вам уже тяжело, отдавайтесь, пенсионеров. Кому-то и так далее. И они вот таким образом, бесконфликтно решают вопрос. Довольно бесконфликтно, потому что эти, кого увольняют, они кому жаловаться будут? Они приходят в правком, правком говорят, мы тебе говорили, что надо вступать в профсоюз? А ты вступил. Говорили. Ты вступил? Нет, что пришел? До свидания. Ну все. Весь разговор. То есть, это, конечно, такая могучая получалась практическая агитация, в которой волей-неволей участвует администрация, поскольку это вот прописаны такие права в договоре. Потому что здесь вот на любом предприятии иногда вот руководители ставят вопрос, а это вопрос механизации, автоматизации, внедрения новой техники, вас не касается. Ну, понятно, что этот вопрос обсуждался в процессе подготовки, корректированных. Как нас не касается? Вот вы установите свою механизацию, она ногу оторвет. Нет, надо, чтобы был наш представитель. Ну и на этапе переговоров, в общем, этот вопрос нормальный. Люди-то понимают, что это надо. Лучше пусть они посмотрят, чтобы потом... Вот нам оторвет ногу, а у тебя отберут премию. У тебя что? Что хорошее? Давай посмотрим, да? Посмотрим, мы посоветуем, что сделать. Прежде чем закупать и прежде чем устанавливать. Там вот комплекс сделали по вывозу удобрения во второй середорной компании. Это ужасно. Пыль страшная, муку или еще какой-нибудь сыпучий материал или удобрение. Сыпучий материал идет, и все вот в этой пыли страшно. И все у них засыпано. Они все засыпаны и дышат этим всем и так далее. Ну, так это надо было тоже, значит, посмотреть, как сделать. Так, ну хорошо, пожалуйста. Извините, что я вас прервал. Так, дальше. Тут также описано проведение даже культурно-массовых и различных физкультурно-оздоровительных работ среди работников и семей, которые должны проводиться. Также касаемо заработной платы, прописано, что удерживать за заработной платы работников членов профсоюзные сносы и отчисления профсоюзов по письменным заявлениям работников и по срокам. Ну, это норма закона, тут ничего нового нет. Если вот, если профсоюз такое представление делает, то это и делают, конечно. И она есть и свою отрицательную сторону, имеет такое, что вот там в маленьких организациях, где пока не надо сообщать, кто член профсоюза, сейчас я вам список представлю, вы удерживаете, а потом начнут их потихонечку увольнять и сокращать. Поэтому это торопиться с этим не надо. В больших организациях, где они там почти все члены профсоюза, куда-то денешься. Вот я вам хочу тоже иллюстрацию дать из жизни. Значит, есть в той же самой профсоюзе Докеров порт Восточный. В Порте Восточном есть тоже организация профсоюза Докеров. И его председатель Леонид Иванович Тихонов, и бухгалтер там есть профсоюзный. И вот, значит, по договору перечислила администрация на профсоюзный счет деньги на социально-культурные мероприятия. И вот на эти самые, на праздники. Они к Новому году по 500 рублей выдали премию. К Новому году на подарки. Потому что решили, что, ну вот будем мы покупать, значит, вам купим шоколадку, вам не понравится. Вы купим мандаринчик, а вы скажете, а почему не апельсин? Купим апельсин, скажет, почему не мандарин? Купим мандарин, почему не яблоко? Вот мы выдали по 500 рублей. Администрация подала в прокуратуру, в суд о том, что это растраты средств, работодателя. И после этого, так сказать, товарища привезли к уголовной ответственности представителя правкома и главного бухгалтера. Он отбывает сейчас 20,5 года. Вот в одном профсоюзе, вот тут так организовано, а там вот так организовано. Вот, и я там по их, по просьбе председателя РПД ездил туда и выступал на суде. И объяснял, что вот это же деньги, они уже согласно коллективному договору перешли на счет профсоюзный. Это, если вам не нравится, как они расходуются, может быть, лучше есть способ расходования. Ну, приходите и, так сказать, обсуждайте. Но они уже не деньги работодателя, поэтому никакой растрати работодателя не может быть. А люди, неприготовленные, неподготовленные, незнающие, вот их присылают к свидетелю. И вот свидетеля спрашивают, судья, это чьи деньги? Он говорит, работодатель. Ну, все, спасибо, до свидания. Но он спасибо, до свидания, и люди уходят за дверь. И не знают, и те, кто туда, члены профсоюзных, другие не приходят, не видят, чему спрашивают и как спрашивают. Вот если вы были свидетелем, вот вам скажут, до свидания, что надо сделать? Уйти. А? Уйти. Зачем? Остаться. Остаться, конечно. Потому что вы, суд, свидетель не может присутствовать до. Если вот сколько замечено будет, что вы до присутствовали, вас и свидетели вычеркивают. Почему? Потому что вы уже, так сказать, как бы в курсе дела. Многие, наверное, уходят, не? Так нет, он говорит, до свидания. Но он мне тоже сказал, судья, говорит. Он говорит, я вот выступил, ну, в качестве, тоже в качестве свидетеля, до свидания. Я так улыбнулся и пошел, и сел, и он, конечно, ухом не повел судья, но он же тоже понимает, что человек не уходит, он знает, что можно не уходить. Но они даже не понимают этого. А в итоге получилось, что, ну, раз сами представители профсоюза, вот, видимо, так поставлена работа профсоюза, что они неграмотны в юридическом отношении. Ну, посадили человека, и бухгалтера его посадили, на два с половиной года. В одной организации? А? Это в одной организации? Ну, да, да, в Порт Восточный. Вот сейчас он сидит, у меня вот телефон его есть. Леонид Иванович Тихонов. Очень хороший человек. Вот, пожалуйста, себе. Так что это вот, то есть защита, о которой вы говорите, она на самом деле защита. Потому что если это все не написано, то произвол постирается очень далеко. Так. Дальше. Также предусмотрено настоящим коллективным правдовым договором права гарантии льготы распространять на выборных работников наравне с другими работниками. Не производить по своей инициативе увольнение, перевод на другую работу, либо в другой коллектив и не налагать дисциплинарного взыскания на членов выборных органов профсоюза. Без согласия соответствующего профсоюзного оборудования. Вот в законе этого уже нет. Вот этот пункт записан в кодексе. И написано примечание, что это не действует. Да, да. Но это не действует, это в законе не действует, а в коллективном договоре действует. Почему? Есть вот профсоюзная организация, которая как раз таки... Нет, потому что написано в законе же, что в коллективном договоре не могут содержаться положения, ухудшающие положение работников, а улучшающие нет никаких ограничений. То есть, если вы хотите себе поставить, ну и ставьте. Но если вы не хотите, вас, может, и уволят. Это ваше дело. Поэтому, когда люди составляют коллективный договор, вот они начинают изучать право. Потому что, если вы это право никак на практике не применяете, то вы его и не запомните. Ну что, ну прочитали вы, читали, читали, дочитали до конца. Зашел в темный лес, вышел из темного леса. Пока шел, было хорошо, птички там были, так, грибочки. А потом вышел и все забыл. Ничего нет. Так. Так, дальше. Согласовывать с соответствующим правкомом увольнение работников в течение двух лет после окончального выполнения им выбранных профсоюзных обязанностей. Как это понимаете? Согласовывать увольнение? С соответствующим правкомом увольнение работника. То есть, работодатель сам не имеет права никого уволить без согласия. Ну, я прихожу к вам, говорю, давайте согласовывать. Давайте я вот Иванова хочу уволить, а вы председатель правкома. И что дальше? Как вы себе представляете картину? Ну, получается, что я его уволить не могу. Я работодатель, вы председатель правком. Вы ее уволить не можете, во-первых. А что это? Ну, я с вами поговорил уже, мы с вами поговорили, хорошо. Я вас проинформировал. Согласовал я с вами? Вы со мной согласовали. Согласовал? Ну, все, спасибо. Раз согласовал, я увольняю. Но уволить вы не можете, потому что... Почему? Вы же сами сказали согласовал. Не надо. Первое слово дороже здорово. Так, мы с вами согласовали, что вы можете уволить его в течение двух лет после того, как он выполнит все свои... В течение двух лет или после двух лет? Ну, в течение двух лет. Могу уволить. После окончания выполнения, после того, как он закончит выполнять свои профсоюзные обязанности. Потом можно уволить. То есть, получается, если да, он раньше их закончил, то вы можете его... Ну, раньше. То есть я еще два года должен ждать теперь, что ли, из-за вас? Ну, так я правильно. Не именно два года? Как не именно два года? Он за полгода закончит свои профсоюзные обязательства, вы его можете через полгода? Нет, еще два года после того, как он закончит. Извините, как же вы читаете, товарищ председатель правкома? Написано же еще два года по окончании. Ну вот я злопамятный, я подождал, хорошо, не получается, полгода раз, и вы со мной спорите, да? Все. Ну полгода я вот вытерпел. А тут что надо вытерпеть еще? Но когда два года человек вытерпит, злость уже прошла, можно сказать. То есть даже в этом смысле продумано, что если два года уже истекло после того, как он председатель, ну что вы к человеку прикопались? Ну если кто-то уже очень зловредный, то может уволить. Но два года здесь поставлены. А это раньше было в кодексе, сейчас все, Конституционный суд это изъял. Дескать, для того, чтобы на равных были. А то я вот не председатель правкома, а вы председатель. Вам вот такая льгота есть, а мне нет. Но на самом деле вы тут на острие, а я-то меня никто не трогает, я никому не нужен. Меня никто не собирается увольнять. А вас за то, что вы нас защищаете. Увольнять. Вот. То есть совершенно понятно, что в группе риска находится как раз. Это касается неосвобожденных председателей правком. Неосвобожденных. То есть если вы освобожденные, я вас уволить не могу, потому что вас записали, так сказать, вы на работе в профсоюзе, а не в нашей организации. И попадете в эту организацию, когда вас переизберут, и вы снова пойдете на свою должность. Да-да-да. А так я вас не могу уволить. Поэтому в том-то и дело, что это касается тех работников, которые непосредственно выполняют работу в организации, а одновременно являются председателями или заместителями председателя профсоюзного комитета. Ну, хорошо. Видите, на розыск, сколько она бежала на ваш заклад? Написано, что по требованию указанных профсоюзных органов, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор с зазначным лицом, если оно нарушает законодательство о правах. Обязан даже. Не то, что он может расторгнуть, может не расторгнуть. То есть обязан. То есть вот пишет бумагу, вы пишете мне бумагу, говорит Иванов, ваш, грубит рабочим то, что он нарушает законодательство в такой-такой-то части. И что я должен делать? Я и в суд не должен, так сказать, никто ходить не должен. Обязан я, все. А если я не выполняю свои обязанности, я нарушаю коллективный договор. Ну, дальше. То нормально. Работодатель может обеспечить лицам, приглашенным правкомами, возможность посещения помещения соответствующего правкома. Так. Работникам, освобожденным от работы в организации в связи с избранием на выборные должности профсоюзный орган после окончания срока полномочий, представлять прежнюю работу или должность, а при ее отсутствии согласия работы, другую равноценную работу или должность. Ну, в принципе, у меня все... Ну, замечательно. Ну, я хотя вас перебивал и пытался сбить, но это мне не удалось. Это тоже, говорится, положительно, потому что всегда в нашей жизни всегда так бывает, что ты что-то хочешь сделать, что ты говоришь, а тебя не дают, мешают и так далее. И то есть надо привыкать, тем более конфликтологам, не к тому, что не будет конфликтов, а к тому, чтобы их разрешать. То есть таких вот... И не то, что тебя не будут перебивать. Это вот если ты где-то ты включил, и, как говорится, есть один микрофон, и больше никого нет, то да, и то могут выключить. А в жизни, в общем, бывает, что, конечно, кто-то не хочет вас слушать, говорит, да, я дослушаю до конца. Никто до конца не дослушивает. Если хотите, как надо строить свое выступление? По принципу змеи. Знаете такой принцип, нет? Вот самое важное в начало. Все, менее важно, менее важно, менее важно, потом менее, 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 менее важный. Длинный такой хвост. Когда его обрубят, вы не знаете. Правильно? Потому что сколько вы будете говорить, у вас потом прервут, скажут, все, слезайте или стащат с трибуны. А вы уже все сказали, главное. А это в конце концов, ой, черт с ним, с этим хвостом. Ящерица, ведь если вы ее схватите за хвост, она отдает вам хвост, и до свидания. Она уже так делает. Вот по этому же принципу надо, если вы не знаете, сколько будет длиться ваше выступление, если вы не просто вам задали время, фиксированное, а так не бывает. Допустим, даже если какой-нибудь круглый стол, или вы выступаете на телевидении. Я вот выступал в «Пятом колесе» по поводу пьеса Шатрова однажды. 40 минут мне не давали говорить. 40 минут. Ну, думаю, ладно, у нас там время 5 часов. Я сидел и пил чай. Пока не начали люди писать, что что там у вас один сидит, кто-то пьет чай, ничего не выступает. Ну, и когда это закончилось, то есть другие бывают ситуации, когда есть время. А если его нету, так вы просидите, и все, до свидания. И ничего не сказали, потому что никто не собирается вам давать слово, потому что слово не дают, а его берут. Вот. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Так. Следующий. Вы от какой организации? Это ФСБ? Ми-6? Сколько там этих проводов? Проводов. Мы тут не просто так. Да, не просто так. И сколько вам платят за эту информацию? У нас это секрет. Это да, нам платят, чтобы мы не молчали. Не, я, может, хотел бы тоже подработать. Ну, ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Беспалова, Кристина Андреевна. Я продолжу разговор о коллективном договоре. И хотела бы еще раз... А вы разговор продолжите или исследование коллективного договора? Разговор. Вот скажут, до меня был какой-то разговор, а я перехожу к глубокому исследованию этого коллективного, фундаментального. А? Не так? Можно и так сказать. Можно и так ведь сказать. Но как-то вам надо так сказать, что это правильно, что начинаем мы, конечно, с внешней формы, с некоторых таких не самых важных обстоятельств. Но теперь мы должны углубиться в самую суть дела. Вот я как раз и хотел бы посвятить свой доклад этой самой сути дела. Вот так. Закон Российской Федерации о коллективных договорах и соглашениях, принятые высшим законодательным органом страны 11 марта 92-го года и Федеральный закон Российской Федерации о внесении изменений и дополнении в закон Российской Федерации о коллективных договорах... Да, вот стоп. И тут спросить, кто против закона здесь есть? Нет, продолжаю. Продолжайте. И соглашение с принятой Государственной Думой 26 октября 95-го года установили, что коллективный договор это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения между работодателем и работниками организации. Соглашение это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения между работниками и работодателями и заключаемый на уровне Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и территории, отрасли или профессии. Это что касается закона. В этом законе сказано о том, что есть такой коллективный договор. Но не стоит его путать, как мы уже говорили на предыдущих наших парах, с трудовым договором, потому что трудовой договор это тоже некий правовой акт, но он построен на... Нет, это не правовой акт. Почему? Потому что... Это же преследовательный документ. Это документ, да. А почему это правовое? Правовые акты это какие? Это не правовое. Правовое право это... Что такое право? Более до 100 тысяч актов или закон? Да, а законом можно считать такой акт, который носит нормативный характер. Для того, чтобы он считался нормативом, надо, чтобы, по крайней мере, было два субъекта. Вот, скажем, если я генеральный директор и сдаю приказ, который встанется на вас и на вас, на двоих, тогда это уже правовой акт. А если это относится только к одному человеку, это не правовое. Это приказ, не правовое акт. Но, когда он уже договорит, если взаимные права, как раз? Да, взаимные. На одного человека, а на вас. Вас касается. Вас лично. Больше никого. Как только два человека, это норматив. Ну, три, четыре и так далее. То есть, нормой права является только такой документ, который распространяется или определяет обязанности двух или более лиц, физических или юридических. А если одного лица? Вот это вот как раз. Это замечательно, что мы с этим разобрались. Да, это вот важно. Вот. И так или иначе, на мой взгляд, и мы уже об этом тоже говорили, коллективный договор позволяет предотвратить и избежать конфликтов. Ну, всех, что ли? Нет. По каким вопросам? Нет, всех конфликтов, которые возникают между работником и работодательством. Неправильно. Тех конфликтов, которые не урегулированы коллективным договором. Потому что по тем, избегать он, позволяет избегать конфликтов по вопросам, которые урегулированы. А остаются конфликты по вопросам, которые коллективным договором не урегулированы. Вы что, все урегулировали? Нет. Нельзя объять необъятного, говорит Кадьма Прутков. Потом снова к этому возвращается и тоже говорит, опять, еще раз скажу, нельзя объять необъятного. Поэтому какой бы ни был хороший коллективный договор, остаются вопросы, которые не регулированы. И вот иногда в коллективных договорах пишут, толковые люди, понимающие это дело, пишут, что обязуются работники не проводить забастовок. Вот я... По каким вопросам? Вот и скажите, по каким вопросам они обязуются? По всем? Вообще не проводить забастовок? Нет. То есть отказываются от конституционного права на забастовку ради любимого работодателя, да? Черт с ней, с семьей и с товарищами. Главное, чтобы работодатель жил и просветал. Каждый работник имеет право на отказ без каких-либо необоснованных последствий для него от выполнения работ в случае возникновения непредостройства. Но это вы говорите, что на праве. А мы сейчас говорим уже о таком правовом документе, как коллективный договор. Вот в нем что должно быть записано? Что работники после заключения коллективного договора отказываются от права на забастовку? Или... По вопросам, который указан. По вопросам, которые урегулированы. Не просто указаны, а урегулированы в коллективном договоре. Может, они указаны там для красного словца. Что-то сказали про них и все. А что сказали? Что хорошо бы, чтобы зарплата была выше. Так это ничего не говорит, ничего не урегулировано. Хорошо бы. И никто не повышает. Вот по тем вопросам, которые урегулированы. Некоторые товарищи, профсоюзники, они пишут, вот им предлагает администрация, они заглатывают и записывают. После принятия коллективного договора мы обязуемся на период действия коллективного договора отказываться от забастовки. А потом издаются новые приказы, такие-сякие, растакие и этакие, которые ухудшают положение, а они по договору не имеют права обосновать. И все. Работодатель приносит, в суд говорит, все. Ребята, все, ваша забастовка незаконна, будьте добры. Коллективный договор нормативный, все, норма, право, в суде принимается. Так, продолжаем. И я бы хотела перейти к пункту 1.6 первого раздела, что при реализации положения настоящего коллективного договора стороны будут стремиться избегать конфронтации, а возникающие разногласия или недоразумения решать прежде всего путем переговоров и соблюдения следующих процедур. Вот почему вас это вот так вот привлекает? Я вот просто удивляюсь. По неопытности. Почему? А потому что я вам такое скажу. Я вот при наших своем одессе буду стремиться вам ставить всегда зачет и бац, вам не зачет. А вы размагнитились. А, так. Ну, что это? Это обязанность, что ли? Будут стремиться. Это пустая декларация. Необязательная. Что обязаны делать стороны по этому пункту после этих слов? Ничего. Будут стремиться. Вот я за все светлое и хорошее буду стремиться биться. А вы тоже будете стремиться биться. А что получится? А как получится? То есть, вот это вот должны видеть, какие нормы здесь действительно нормы прописаны, проверяемые. А что тут проверять? Я вот буду всегда стремиться к всему хорошему в течение всей жизни. А вы? И вы тоже. И что? А ничего. Вот мы стремимся, и у нас столкновение образовалось. Конфликт. И к чего дальше? Ничего не прописано. Поэтому это вот общие фразы, которые нужны. Ну, скажем, с одной стороны, такие фразы включает профсоюз в проект коллективного договора, чтобы усыпить администрацию. С другой стороны, администрация с удовольствием их принимает, чтобы усыпить профсоюз. Это мусор, так сказать, какой вносится обязательно в коллективный договор, для того, чтобы... Потому что одна сторона, другую сторону хочется усыпить. И усыпляющих таких моментов много. Вот мы должны видеть усыпляющие моменты и конкретные. Ну, к чему он ведет этот пункт? Ни к чему. Ну, вот еще бы... Вот давайте, значит, вы выступаете, становитесь студентом и в самом начале подписываете такой момент. Я буду стремиться хорошо учиться. Кому надо это такие заявления? Ну, что они означают? Ну, ничего не означают. Еще бы не хватало. А зачем вы поступили? Чего это писать? То есть, вот эти слова сорняки или... Но они являются неизбежным явлением, поскольку в ходе переговоров нужно другую сторону иногда усыплять, чтобы она так под это дело еще им раз-раз-раз-раз-таки обязательства поставить. Ну, ладно, идем дальше. Я даже теперь сбилась. Если не вы сбились, это я вас сбил. А вы должны противодействовать попыткам вас сбить. И наоборот, нужно говорить, вы если думаете, Михаил Васильевич, что вы меня забьете, напрасно вы так думаете. Нас не собьете. Ну, как вообще надо себя ставить? Правильно? Ну, какой-то там преподаватель вас сбивает. Вы молодая, хорошо это изучили, знаете, и кто-то вас будет сбивать. Не важно кто. Преподаватель, не преподаватель. Ну, как надо себя вести, чтобы вас было не сбить? Правильно? К чему? Вот тут-то вот я вас призываю стремиться к тому, чтобы никакой человек вас не мог сбить, если вы знаете, куда вам идти. Ну, вы с другой стороны зайдете, или с этой зайдете, и снова повторите. Скажите, а я вот так считаю. И все. Вот я вам говорил, говорила, вы сказали, а вот так считаю. И пошли дальше. Это у меня оппозиция такая. И все. И отрубили то, что я говорил. По-разному можно к этому относиться. У вас же я не сковываю этим самым. Я же не отнимаю вас право на выступление. Вот у вас трибуна, выступайте. «А как вы будете защищаться?» А вы, ну, у меня же нет. Вы воюйте. Далее вторым разделом идут обязанности сторон, которые мы тоже уже подробно разбирали. Мне кажется, основным разделом является третий, естественно, раздел, которому уделено большее внимание в этом коллективном договоре, где сначала выступ где вся глава, получается, вся часть посвящена обязательствам работодателя. По вопросам организации производства, обеспечению занятости, охране туда и здоровья по рабочему времени, что немаловажно по оплате труда, мне кажется, для работников, по социальным гарантиям и льготам, что тоже очень важно. А вот вам мне показалось, очень важно, что по организации производства, потому что вот работодатель, когда сидел на переговорах, скажет, «А ваше какое дело в организации производства, кто должен отвечать за организацию производства, я или вы?» Работник. За организацию производства. Но они же должны тоже сами себя организовывать. Нет, извини, я вот директор завода, так и в начале у нас. Что значит? Вы будете организовывать. Кто такие вообще организовывать? Я буду организовывать, приказы буду издавать, обязательно к исполнению. Так или не так? То есть как раз наличие этого пункта говорит о том, что докеры тут затронули святая святых. И как они обосновывали включение такого пункта? На каком основании? Почему вы настаиваете, чтобы этот пункт у вас стоял в коллективном договоре? Кто вы такие? Я вот генеральный директор. А вы кто такая? Работная. Ну и что вообще? Ну так идите работайте. А вы что скажете? Давайте я буду тогда, вы генеральный директор. Тогда можно обратиться как раз таки в связи с этим вопросом к пункту 3.1.15. Обеспечить наличие в каждой бригаде докеров-механизаторов достаточное количество членов бригады, обученных работе на перегрузочной технике, позволяющая производить весь комплекс работ, организовывать обучение по заявкам бригадиров и так далее. Ну это вот конкретный пункт. Но вот можно сказать еще так, что поскольку организация производства, та или иная, в той или иной мере затрагивает что? Положение работников. Потому что если, я конечно имею право, как генеральный директор, что угодно, а вы скажете, ну вы же можете ухудшить положение этой организации, и вам будет хуже, и нам будет хуже, и вам будет хуже. Потому что если вы сделаете плохую организацию, а нам, между прочим, мы работаем непосредственно на технике, нам виднее, чем вам из кабинета. Вы не хотите, чтобы у вас прибыль больше была? А вы скажете, хотел. Ну, конечно, хотите, давайте оставим этот пункт. Ну ага, вот так вот на переговорах. То есть вопрос об организации производства непосредственно относится к компетенции работодателя. Но это не значит, что умный работодатель послушает и тех особенно опытных рабочих, которые подскажут ему, надо вот так и так организовывать. А ты сделал так, чтобы у вас корабль, так сказать, придет завтра. Вместо того, чтобы уйдет завтра, вместо того, чтобы уйти сегодня. И получите вы большой вычет из своей прибыли. Ну, как хотите, собственно говоря. Мы можем и не участвовать в этом деле. То есть это вот, когда человек пишет, там, профсоюз предлагает какие-то пункты, касающиеся непосредственно работников, это неудивительно. А вот тут он касается техники, раз, вот говорили об этом, да, организации производства, два. Потому что все это затрагивает положение. По всем вопросам, которые затрагивают положение работников, профсоюз тоже выступает. Если он не затрагивает, вы там пересариваете своих начальников, это ваше дело. Но если вы касаетесь организации производства, то есть нашего труда, то это будет организация нашего труда. А это, в этом труде мы участвуем. И поэтому нам виднее это. Даже виднее с вашей точки зрения. Даже с точки зрения вашей выгоды. Поэтому это надо прописать в коллективном договоре. Ну и есть такие вопросы, которые вам безразличны, а для нас существенны. Вот. Ну хорошо. Идем дальше. Также пункт 3.1.5. Не заключать со сторонними организациями договоры на проведение работ, которые могут выполняться подразделениями организаций. Я генеральной дирекцией скажу, к ваше какое дело заключаю или нет. Вы что, заключать договоры кто будет? Я должен заключать. Потому что и тут дали влекущие за собой снижение занятости или улучшение... Ну хорошо. А я специально хочу снизить вашу занятость. Вы все время что-то требуете. И такие договоры хотите заключать, которые меня заставляют платить большие деньги. Я и специально их буду набирать. Это мое право. А вы что скажете? Я скажу, что я не хочу... Мало ли, что вы не хотите, это никого не волнует. Ну и говорите. А я вот буду набирать. Это неубедительно то, что вы сказали. Буду протестовать. Да протестовать сколько хотите. Вот меня бьют, а я протестую. Меня убивают, а я протестую. Меня уже похоронили, но я тогда уже не протестую. Вношу этот пункт в коллективный договор? А как вы можете вносить? А я его выкидываю оттуда. Потому что вносится в коллективный договор то, что по согласию сторон. Как вы захотели, что вы вносите в него. Это двустороннее. Ну даже как? Ваши действия. Так, играем наоборот. Вы генеральный директор. Не будете это, не хотите брать этот пункт? Хочу. Хотите, а иначе мы делаем забастовку. Что, вы не знаете нас? Вы нас знаете, нет? Мы начинаем. У нас уже процедура проходит как раз. Все уже готово. Давайте внесем, чтобы не было конфликта. Вы против конфликтов? Да. И мы против. Давайте внесем, и все хорошо. Тогда вы вносите. Вносим. Вот и все. А как? А как вы думаете, переговоры очень сложные? Они идут очень долго. Три месяца только. Три месяца положено по закону с освобождением. Если вы работник, вас на три месяца освобождают на три месяца. Я вам плачу зарплату, а вы еще тут начинаете. То есть все до пятой, десятой. Так это, говорю, вы мне платите зарплату, потому что закон такой. Потому что закон нас защищает. И вы должны учитывать, закон для чего такой сделан. Чтобы вы думали по поводу того, что я вам скажу. А вы хотите не слушать работников. А закон говорит, вы должны выслушать нас. Ну, вы принимайте решение. Ну, вот мы тоже принимать будем решение. Вы не включите этот пункт, а мы включим запастовку. Вы выбирайте. Или даже и не будем запастовку делать. А просто медленно будем работать. Или не будем по выходным работать. Вы можете нас заставить по выходным работать? Не можете. Так, сверхурочно не будем работать. Можете заставить сверхурочно меня работать? Тоже не могу. Ну, так у нас много рычагов. Мы будем работать не 180% нормы выполнять, а 102. Можете заставить нас выполнять 180? Если я 102 выполняю. Если норма 180, да. Норма, норма. 180% нормы мы выполняем на самом деле, чтобы заработать. Но мы будем выполнять 102. Можете заставить нас больше выполнять, чем 102? Я норму-то выполнил. Еще плюс 2%, чтобы вы не говорили, что я норму не выполняю. Потому что я вас знаю. Вы-то сразу начнете бегать и кричать, что я норму не выполняю. Так вот секунд. А я переуполняю норму. Но на 2%. А не на 80. Хотите так? Сейчас вот я приду в бригаду и расскажу, какой у нас был разговор. Я-то здесь меньшой балда на переговорах. А вот там сидит большой балда. Так, ну что будем делать? Так будем работать чуть-чуть, помедлить. Пойдемте со мной. И вы им расскажите это все, то, что вы не хотите. Один там уже сходил так, товарищ Конев. Потом сказал, я больше никогда не пойду в бригаду. Зам. Зам. директора по режиму. Так, извините, что я вас перебиваю. Но у нас главное содержание, чтобы мы, так сказать, это содержание не пропускали. Далее, здесь же об организации производства. Пункт 3.123. Не допускать возложения на работников ответственности за ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственного хозяйственного риска. Так. Наверное, что касается основных таких моментов по организации производства. Что вы должны сказать работодателю по поводу, если он не хочет это вставить? Он должен объяснить, что тот, кто не рискует, не пьет шампанское. И все, и пошли дальше. В следующем пункте. Ну как-то надо, чтобы это не грустно, и шли переговоры, правда? Да. Далее, следующий раздел, который называется по обеспечению занятости. Здесь в пункте 3.2.15 говорится, при недостаточном обеспечении работников работой, приводящих к простой работников, устанавливать согласие работника и по голосованию с соответствующими правкомом режим неполного рабочего времени. Неполного рабочего дня, неполной рабочей недели. Отмену режима неполного рабочего времени производить с учетом мнения правкома. Но мы уже разбирали, что значит по мнению правкома. То есть это не значит, что по голосованию. И вот, значит, что мы можем тут видеть, что на переговорах по существу, вот как конфликтологи, что мы должны видеть, что все будущие конфликты, мы их как бы рассматриваем и предлагаем сейчас их и уладить. Возможные конфликты будущие. Сейчас уладить. Чем уладить? Предотвратить. Предотвратить. Вот тем, что они уже модель конфликта есть. Конфликт пока выражается в споре сторон. Еще нет никакого такого действия. Я еще ничего такого не решил, а вы еще никакой забастовки не проводите. Мы только на эту тему говорим. Надо говорить это. То есть идет разговор. То есть вместо конфликта реального идет разговор о возможном конфликте. И вы, значит, договорившись, предотвращаете конфликт по этому вопросу. Потом по другому вопросу. Потом по третьему. То есть это вот у вас такая колоссальная машина по предотвращению. Вот эти коллективные переговоры по колоссальному договору. Колоссальная, так сказать, получается такая машина по предотвращению обилием многочисленных конфликтов, которые могут... Иначе люди начинают бить по хвостам. Говорят, рыба уплыла уже, а вы дайте ее хватить за хвост. А уже поздно. А надо ее, так сказать, уже сразу делать сеть, чтобы она туда и не попала. Вот эта рыба. Так. Ну хорошо. Далее. Пункт 3.2.18. Лица, получившие уведомление об увольнении в связи с сокращением численности или штата, по их заявлению, освобождаются от работы до 16 часов в течение двух месяцев с сохранением среднего заработка для поиска нового места работы. 16 часов что, в неделю или 16 часов в течение двух месяцев всего? Освобождаются от работы до 16 часов в течение двух месяцев. То есть всего 16 часов даются для поиска работы ему в течение двух месяцев? Ну, я понимаю, что да. Немного. Но при этом с сохранением среднего заработка. Ну, понятно, хорошо. То есть, по крайней мере, 16 часов он может... Значит, что он может делать? Уходить с работы 8 дней? Нет, 8 дней не на бирже. Он 8 дней может уходить раньше на 2 часа с работы, ему будут оплачивать эти часы. 8 на 2. 16, да? А он в это время будет заниматься чем? Он выходит или сидит на работе, вот он сейчас пошел в правком и звонит по телефону, выясняет, какие есть рабочие места, другие, куда он может перейти. Так? Может? Ну, пришел в правком, с средствами связи обеспечено все. Посылает по электронной почте, резюме рассылает, то-се-то. Занимается этим делом. Не просто сейчас уволили, потом человек остался выброшенным, а он, так сказать, по ходу дела в течение двух месяцев получает специальное время для устройства на работу. А не так, что выкинули, а потом человек ходит. А устройство хуже, если ты уже уволенный. Одно дело, вы устраиваетесь, я говорю, я докер такого-то первого контрольного терминала. Один разговор. Потом я звоню, я безработный, можно к вам? Безработные нам не нужны. Видите разницу, да? Да. Хорошо. И вот насчет забастовок. Пункт 3.2.23. В период забастовки в организации не применять труд иных лиц, кроме работников и лиц, привлекаемых по согласию с правкомами. Вот. Видите как? За исключением привлеченных до начала забастовок. То есть в коллективном договоре обеспечен недопуск штрихбрехеров. Да. Так, другими словами? Не надо их просто стоять около ворот. Знаете, как вот на Западе делают? Вот так кругом ходят и не пускают просто фрихбекеров на работу. Или бьют их. А тут все хорошо. Давайте договоримся, чтобы не было каких конфликтов, там и проблем. Давайте, что вы не привлекаете во время забастовки. Лучше мы не будем проводить забастовку. Зачем нам забастовка? Давайте выполняйте то, о чем мы договорились. То есть забастовки не будет. Так. Далее. Раздел 3.3 по охране туда и здоровья. Здесь, что мне понравилось, это пункт 3.3.16 Выбор организации для заключения договоров обязательного добровольного медицинского страхования работников производить с учетом мнения правкомов, но это опять же с мнением. И вот пункт 3.3.24 Каждый работник имеет право на отказ без каких-либо необоснованных последствий для него от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья, в том числе в случае необеспечения средствами индивидуальной или коллективной защиты для устранения этой опасности. При этом он выполняет иную работу по распоряжению непосредственности. То есть я прихожу на работу, каску у меня нету, говорит, сейчас каски нет. Нет каски? Ну хорошо, я открываю Капитал Маркса и читаю. Нет, здесь же прописано. При этом он выполняет иную работу по распоряжению непосредственного руководства. А я и жду распоряжения, а пока читаю Капитал. Но не иду я, без каски я не пойду работать. Правильно? Да. Рукавица не дают, плащ не дают, зима, шерстяную одежду не выдали. Если вы промокнете в брезентовой одежде, вы заболеете, а в шерстяную, если промокнете, может и не заболеете, потому что в шерстяную одежду в мокрую погоду, в вторую погоду, нужна шерстяная именно одежда. То есть это все прописано. Если мне не выдают, что я вам должен делать по коллективам? Я говорю, сижу, могу чай пить и ждать, когда меня там... Они бегают... Они за это платят деньги. Платите. Вы ищите мне работу, пожалуйста. Я не против. Я сижу, пока читаю газеты, с вами беседую. Что плохого? Они должны думать. Кто отвечать должен за организацию работы? Вы не обеспечили защиту. Или, допустим, я прихожу, а там есть угроза определенная. Трос оборвался. А как там проверяют? На 10 сантиметров должно быть не больше одной проволочки порванной. Это допустимо. Одна. А если две? Я посмотрел, две проволочки. До свидания. Потому что это все свалится на кого-то. У кого-то убьет. Меня, вас, еще кого-нибудь. Зачем? Вас убьет. Если будете со мной спорить, на вас же и упадет. Не хочу. Ну, не хотите, то давайте ищите мне работу. А я пока пошел чай пить. А денежку будьте добры, платите. Так. Далее. Вот если вы с такими докерами встречаете, вы видите, люди с достоинством таким. То есть они свои права знают и умеют их защищать. И куда угодно их не пошлешь. И они разговаривают на равных. Потому что они привыкли к этому разговору. И администрация с уважением. Потому что она знает, что ее вообще успехи организации зависят от этих людей. А кто это сделает-то все? Это же такая сложная работа, которую они выполняют. Но самые суперсовременные техники, поэтому там просто не замените ни за что. и нужно, чтобы стаж был лет 13-15. То есть уже человек просто не задумываясь это делать, то, что другой будет там рычаги тянуть туда-сюда. Так. Продолжаем. Далее раздел 3.4 по рабочему времени. Ну, здесь я бы не сказала, что были какие-то интересные положения. Единственное, что вот для меня был немного непонятен такой раздел 3.4.22 объявлять 1 января для работников, кроме обеспечивающих жизнедеятельность организации нерабочим днем. При этом работу смену 31 декабря заканчивает до 20 часов. То есть вообще обычно как бы 31 декабря, если это если у тебя 5-дневный рабочий день, ты должен в принципе работать. А здесь как бы независимо от того субботы. Потому что в порту есть единственный у них единственный день, когда замирает весь порт, это 1 января. Единственный. Такого нет. Нет таких воскресений, суббот, выходных, праздничных дней, когда бы порт не работал. И за все время один день в году. Так что это немного. Вот они уходят 20 часов, чтобы принять участие, так сказать, в семейной встрече нового года. И завтра они побыли дома и пошла работа. Никаких там этих 10-дневных промежутков там или однодневных не бывает. А вот вы не обратили внимание, что у них смена по 12 часов? Да, я надевала. А вот они перешли и сами настаивали, хотя это вообще законодательство не приветствует. И это привело к тому, что у них снизился уровень вообще профсоюзной работы. Почему? Потому что если у вас смена 12 часов, ну вот допустим, она с 8, 8 плюс 12 это сколько? 20 часов. 20 часов и заканчивается. Плюс выходной, плюс обеденный перерыв. 1 или 2 на 2? 2. 2. Значит 22 часа вы закончите. В 8 начинается, а приедете вы к 7, чтобы все подготовить. К 7 приедете, в 22 закончите и через полтора часа будете дома. Вы профсоюзной работой будете заниматься в это время? Ночью. Нет. А после такой работы несколько дней подряд, по 12 часов сначала в день, потом вечер, потом в ночь, а потом вы уедете соответственно отдыхать дни. Общий баланс недельный сохраняется. А в это время вам звонят, надо прийти на правком, туда-сюда, говорят, да вы что, ехать надо туда. И человек сидит дальше дома. И в итоге получается, что профсоюзная работа стала рассыпаться у них. И при том, что они сделали одну большую стратегическую ошибку. Такая есть Международная Организация Труда, которая недавно предложила в таком же духе сократить рабочую неделю до 4-х дневки, но не сокращая число часов. Дескать, ну вот 40 часов в неделю, ну давайте в 4 дня, по 10 часов, 4 дня работаете и 3 отдыхаете. А может это за 2 дня сделаем? 2 дня это же сколько? 48 же часов, 2 суток, да? Вот вы 40 часов работаете, ну и по 4 часа каждый день отдыхаете, а потом отдыхаете, сколько вы так поработаете? И все, люди заболели и пропали. Потому что, то есть это исключает как раз именно профсоюзную работу, которая обеспечивает им эти все блага. А если вы уберете эту вот возможность для профсоюзной работы, то эти блага улетучиваются в следующем коллективном договоре. Так. Далее бункт 3.5 по оплате труда раздел. Ну здесь тоже, не знаю, не было никаких вот таких вот пунктов, которые бы могли меня зацепить. Вас не зацепило то, что в этом коллективном договоре в 24-м приложении за воплате труда обеспечивается реальное повышение заработной платы. То есть инфляция, выше инфляции повышение зарплаты. А больше ни у кого этого, ну а вас не зацепило. А вы хотите, чтобы было как на других предприятиях, где, значит, инфляция больше, чем повышение зарплаты? Нет, конечно. Ну так а что вас не зацепило? А их вот зацепило, потому что они там работают. А я не докер-механизатор, я студент. Ну вот у вас. А вы не хотите, чтобы у вас стипендия повышалась быстрее, чем растут цены? У вас цены в этом году на сколько повышаются? На 6? Я не знаю. А я знаю, на 6% цены вот сейчас. А то были на 11, сейчас на 13. Ну сейчас на 6. Вам на 6% повысили стипендии? Нет. А вы не просите? Это вам не надо? Ну вас, вам не надо. Ну хорошо. Есть какое-нибудь решение профсоюзной организации, что повысились же цены, так сказать, упало реальное содержание пенсии. Надо вернуть ее назад. Ну и желательно вообще повышать. Пенсию быстрее, чем инфляция. Он по 5 тысяч выплатит. Да, он по 5 тысяч платит, потому что на самом деле должны выплатить больше были. Ну вот. Вот такая штука. Ну раз вы не просите, значит, ну хорошо, студент, на вас сэкономим. Вы похудеете, будете более стройными. Хорошо. Девочки нет. А нам, говорит, уже некуда более стройно. Ничего еще добавим. Далее раздел по социальным гарантиям и льготам. Ну вот здесь из такого интересного, наверное, вот пункт 3.6.13 обеспечить каждого работника бесплатными пропусками на территорию организации, включая пропуск на проезд на личном транспортном средстве. При утрате пропуска либо изменении данных на транспортное средство расходы по переоформлению пропуска несет работник. То есть работодатель, он не обязан возмещать какие-либо материальные выплаты за потерю пропуска до работы. Ну да. Сам материал? Ну да. Ну, у тебя он заплатил уже работодатель? Это нормально. Далее. Хозяйственное содержание, обслуживание и бесперебойную работу санитарно-бытовых помещений организации, включая наличие холодной и горячей воды, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям, оснащение туалета туалетной бумагой, умывальников, жидким мылом и разными бумажными полотенцами тоже всем этим должен обеспечить работодатель работать. Да, проверяли. Не запишешь в коллективном договоре – не будет. Из-за чего были большие забастовки шахтерские? Мыла не было. Мыла не было. Вот из-за чего они начались такие мощные в 89-м году. Ну, где вы же сказали, ну, уже мыла не даете, ну, все, мы бастуем, и все остановились. Потому что это уже нет никаких. А здесь вот люди работают на морозе, они заходят в бытовку, нет горячей воды. Ну, как они с мороза зашли, нет горячей воды, ну, холодной есть. Или как этот Каретников говорил, докер, то, говорит, вода идет, то холодная, то грязная. Так, ну, все, достаточно, вы замечательно выступали, так что, и тем более я вас очень много раз перебивал, но в общих наших интересах, поскольку мы с вами все время обсуждали какие-то пункты, которые вы ставили. Спасибо большое. Там у нас еще есть там кандидаты, они рвутся уже, вот, в бой, а потом они скажут, нам не давали. Причем и на вас нападут, и на меня сразу. Ну, в общем, как вы все знаете наш коллективный договор? Не, надо сначала представиться. А, да. Здравствуйте, меня зовут Анна Харькова, я студент третьего курса направления конфликтовой, и сегодня я буду... Будущий известный конфликтолог. И сегодня я буду продолжать анализ коллективного договора. О, учитесь. Так вот, как вы все знаете, наш коллективный договор состоит из пяти частей. Если бы вы громче сказали, это народ бы вас услышал, а так народ не услышит. В первой части регламентируются стороны данного договора, сроки его действия, условия выполнения и другие основополагающие части. Также в пунктах 1.9 описываются способы разрешения споров. Ну, это то, что уже было упомянуто, всякие переговоры и так далее. А почему вы считаете вот эти вот названные параметры основополагающими, а интересы работника-работодателя не являются основополагающими для коллективного договора? А вот просто такие моменты, когда начинается, когда кончается и насколько заключается. Почему это основополагающие? Это формальности. Это к форме относится или к основам самим? Как вот вы различаете основу и форму? Фундамент и здание, к которому строятся. Вот что? Ну, скажем так, это... Экономически интересно не фундамент ради соглашения? Это основные части для того, чтобы... Основные части структуры для того, чтобы договор вообще в принципе... Ну, так это... Ну, так это части. Основные части, это, так сказать, как бы упаковка, куда это наливается, вода, которая называется коррективный договор. Правильно? Да. Можно в эту самую форму влить какую угодно. Тухлую воду, грязную воду и так далее. А можно очень светлую и отличную, кристально чистую и так далее. Поэтому основ... Я против того, чтобы... Я чем возражаю? Против того, чтобы называть это основополагающими. Ну... Важно. В общем, я как раз таки хотела начать говорить об интересах. А, это основополагающие. Об интересах. А вот теперь я перехожу к основополагающим. От формальных моментов к основополагающим. Ну, пожалуйста. Хорошо. В путь 1.5 прописывается такая вещь. Стороны заинтересованы в устойчивой хозяйственной деятельности организации, в поддержании обстановки обоюдного доверия и взаимопонимания, достижения высоких экономических результатов и благополучия каждого работника организации. На самом деле, это достаточно интересный пункт, потому что он... в нем указывается то, что этот договор выгоден не только работнику, как это может показаться на первый взгляд. Потому что, ну, честно, если бы я была работодателем, у меня бы, ну, немножко так, скорее, неприятно было бы в душе, потому что ну, вот как-то вот все работнику, а мне-то это зачем? Вот эти вот все условия. А здесь, как бы, и описывается то, что... А теперь вы выступаете как умный работодатель. Да, то, что если у рабочих будут хорошие условия труда, то и... Сейчас... Отношения. ...приятие, да, будет произветать, все будет нормально. И у работодателя не будет болеть голова о том, что их работники плохо работают, забастовки, нужно с этим что-то делать. То есть все выйдет на, скажем так, на более высокий уровень. И для работников, соответственно, это выгодно, потому что их права соблюдаются, и у них все условия для того, чтобы спокойно работать и выполнять свои обязанности. И как раз таки об обязанностях. Права их не просто соблюдаются, права их расширяются. То есть в коллективном договоре появляются такие права, которых нет в Трудовом кодексе. Ну, это как бы... Дополнительные, которые есть только у работников этого предприятия, на котором заключен коллективный договор. Потому что если мы просто исполняем права, ну, так у вас права есть, так и более узкий круг этих прав, прав, и все. Так. Ну, как раз таки об обязанностях. Обязанности у нас описываются во второй части договора, и во второй части... Потому что нет прав без обязанностей. Если никто не обязан мои права соблюдать, я имею право, но никто не соблюдает мои права. И что тогда? Тогда это пустые слова. Это оборотная сторона этого. Права работников подкрепляются обязанностями работодателя, и, соответственно, права работодателя подкрепляются обязанностями работника, потому что иначе тоже права не реализуешь. Ну, кстати, меня удивило то, что в Трудовом договоре прописаны только обязанности, и не прописаны никакие права. То есть, ну... Прописаны? Нет, там есть пункты обязанности, 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 а права... Это и есть права работников. Это действительно и права работников состоят в обязанностях работодателя. Так? Правильно? Ну, интересно такое. А работникам написано, что они обязаны выполнять все распоряжения законные. Все. Дело в том, что на предприятии, на любом, или начальником является представитель работодателя, генеральный директор, и все обязаны беспрекословно выполнять вот все, что не регламентировано коллективным договором, вот все они, так сказать, должны выполнять беспрекословно. А то, что регламентировано в соответствии с коллективным договором. Поэтому права работодателя безмерны. Ну, вот вы сейчас выступаете, выступаете, вот я у вас как работодатель, да? Преподаватель. У нас скоро зачет. Какие у меня права? Поставить зачет, не поставить зачет? Какие у вас права? Сдать мне зачет, не сдать? Ну, сравните эти права. А кого больше правов? Ясное дело. И я заинтересован в том, чтобы, вот в данном случае вы как работник, я заинтересован в том, чтобы вы хорошо сдали. Но если вы плохо будете заниматься, скажут, дурак, преподаватель. Ну никто же не скажет, что студенты, что ли, виноваты, если они плохо подготовились. Ну студенты все хорошие, они все пришли учиться. А что вы на этих студентов обижаетесь? Ну они уже, ну как, это зеркало вашего преподавания. Если они не знают, ну значит так вы преподавали. И мне же и скажут, что, ну что, Михаил Васильевич, вот такой вы преподавать, профессор называется. Кто там у вас? Какие еще звания? Доктор, да? Ну идите лечите, кого хотите. Ну что вы так преподаете? Поэтому вот это надо видеть, что вот обязанности работодателя, это на самом деле права работника. Потому что права без обязанностей работодателя, я имею права, а вы не обязаны. И все. Я имею право получить квартиру. Но никто не обязан мне давать. Бомж имеет право на жилье? Скажите, пожалуйста, по закону имеет бомж право на жилье? Конечно. Да. Да? А жилье имеет? Нет. Вот это вся штука. Потому что если права не подкреплены, обязанности, это пустые слова, пустые разлагольствования. И еще Чернышевский говорил, что каждый, права человека, что означает? Каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Если у вас нет, возьмите у меня. А я у кого-нибудь тоже попрошу из пребсаров. У меня тоже нет. Вы лизнете и верните назад. Так, продолжаем. Так. Что у нас здесь? Значит, обязанности работодателя, обязанности работника и обязанности правкома. Ну, собственно, обязанности работников, как вы только что сказали... Безмерны. Все я должен выполнять. Все. Вот кроме того, что я не обязан, все остальное обязан. Коллективного договора и трудового действующего, трудового законодательства. Обязанности правкомов – это контроль выполнения как разнообразных соглашений коллективного договора, так и положений трудового кодекса. Мне показался интересным пункт в обязанностях работодателя 2.1.d. То, что отдел кадров обязан выдать работнику его трудовую книжку в день увольнения. Зачем вот это интересно вам показалось, если это написано в законе? И день увольнения считается последним днем работы работника. И это и написано в законе. Почему-то вам это интересно? В Трудовом кодексе прописано то, что работник имеет право расторгнуть трудовой договор перед победителем работодателя не позднее, чем за 2 недели. То есть день увольнения – это вместе с отработкой или без? День увольнения – когда выдали человеку трудовую книжку. Если трудовую книжку не выдали, мне обязано платить деньги. Если задержали, пожалуйста, я еще остаюсь работать. То есть последний день работы – это тоже написано в законе. То есть то же самое. А поскольку это воспроизведено в Трудовом договоре, ну просто чтобы люди это знали. Это в информационных целях, не более. Но это вот как раз не должно для нас представлять особый интерес, потому что… Особый интерес для нас представляет в Трудовом договоре то, что выше, чем записано в законе. А если то же самое, ну что тут такое. Это только говорит о том, что мы не знаем, что в законе. И поэтому видели это в коллективном договоре. Почему? Потому что не видели это в законе. Или видели, но не сопоставили, не разобрали это дело. Так что тут ничего особенного нет. А мы сейчас, как вы заявили, занимаемся анализом. То есть мы предположения выдвигаем. Вот вроде хорошая вещь. И начинаем анализировать. Смотрим закон. Там то же самое. Ну, анализ показал, что ничего такого особенного в этом нет. Это вот, так сказать, для того, чтобы люди все равно будут читать в коллективный договор. До закона не доберутся, так хоть пусть прочитают здесь. Вот в этом смысле примечательно. Давайте то, что важно из закона, и то, что люди не знают, запишем еще и в коллективный договор. Вот для просвещения трудящихся. То есть Докер точно так же обязан отработать две недели, да? Да. Но он в течение двух этих недель может написать по закону, может написать заявление об отзыве, что я это самое, свое заявление о том, что я по собственному желанию ухожу, забираю. И все. И вот оно считается недействительным. Но вам то заявление, придете, отдайте мне мое заявление. Я у вас уже его забрал. Нет, дам. И у меня есть ваше заявление. А вы пишете новое заявление и посылаете мне заказанным письмом с уведомлением о вручении, что мое заявление от такого-то числа прошу читать в недействительном соответствии со статьей такой-то Трудового кодекса. С наилучшими пожеланиями и подпись свою. И тогда мое это вот действие, что я вам не отдаю, не имеет никакого смысла. То есть вот тоже можно бесконфликтно это решить. А можно прийти и ругаться долго со мной. Вот отдайте мне. А я говорю, не отдам. Я в сейф закрыл. И ключи у меня, и ни за что. И начинается столкновение сторон. А зачем? Есть более простые решения. Третья часть – это снова обязанности работодателя. Уже в более расширенном варианте. И третья часть они так прям очень широко прописаны. Собственно, их сегодня уже перечисляли. Третьи семь, по-моему, пунктов. Я пройдусь только буквально по нескольким из них. Например, такой достаточно интересный пункт. 3.4.18, говорящий о том, что если даже рабочий работник появился на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, его уволить можно, опять же, только с учетом мнения правкома и при наличии заключения медицинского. Мне показалось, что вы выступаете пьяное. И я раз и вас уволил. А вы ко мне приходите на сличение и говорите, так, вы читали коллективный договор, там написано, при наличии медицинского. У вас, Михаил Васильевич, было медицинское заключение? Вы меня проверяли на это? Нет, не проверяли. Так, ну выкиньте свой приказ. Потому что он ничего не означает. Потому что он нарушает коллективный договор. И все. Вот это имеется в виду. Чтобы не получилось, что кто-то, вот, мне показалось, что вы так со мной разговариваете, как будто вы, наверное, пьяный. И я раз и приказываю. Нет, ну, как бы, очень логично, да, то, что нужно медицинское заключение. Но то, что при этом все равно еще и учитывать мнение правкома как-то... Такое мнение растолкует. Человек волновался. Иногда он прерывается, вот тут говорит, краснеет. У него вид такой, как у пьяного бывает. У вас бывает вид, как у пьяного? У меня бывает. Ну, мало ли человек вот что-то встал. Вас разбуди в 3 часа ночи. Начни спрашивать. Вот третья часть коллективного договора. Вот я скажу, ну, точно пьяный. Вот, давайте в милицию, сейчас введите, давай заключение. Заключение говорят, сами вы пьяные. Чего вы вызвали? 3 часа ночи человек спит, студент. Спать надо, а вы тут, понимаете, ерундой. То есть вот такие ситуации. А там же ночные работы. Или человек пришел ночью, или с ночи. И с ночи пришел, и к нему, а, и тут явился мастер. Мастер явился в 8 часов. А тот с ночной, с очной. А вот, значит, уже после этой работы язык еле ворочается. А тот начинает ему какие-то вещи там доказывать. Тот с ним поспорил, работник, а тот, значит, надо на увольнение, потому что он пьяный. Вам показалось, что он пьяный? Доказывайте. Ну, пьяных надо, пьяных никто не задерживает. Тут никаких задержек не может быть. Вот, но это надо, чтобы это было доказано, а не просто так. Вот недавно уволили товарища Каретникова, который многократно участвовал в переговорах. И очень большой имеет стаж, и очень умный, и хороший. Пришел на работу пьяный. Его, вот, в соответствии с этим пунктом. Направили на свидетельствование. И пусть Летова уволили вчистую. Хочешь за правду выступать, не выпивай. А тем более не приходи на работу в пьяном виде. Ну да, и потом могут установить только через три года. Да нет, так то, могут, но не обязаны. Ну да, да. Не обязаны. То есть вообще вот, люди, в основная масса, конечно, понимает это. Это прописано. И правком ведет такую политику, что вот напьешься, имея в виду, что мы тебя защищать не будем. Тут по учету мнения, а не согласование. Обратите внимание. Мы, конечно, выскажем. Скажем, хороший работник, он последний раз, давайте, значит, мы подумаем. Но не более того. Что такое учет мнения? Это разговор. А что после учета, после разговора, заканчивается. Так, ну хорошо. Ладно, спасибо. Сегодня так, вот у нас кто еще тут собирался выступить? Тех, куда? Вы собирались выступить, да? Нет. Значит, вы следите за матчем, матчем Корякина, Корякина и Шведа, которые, так сказать. Да, вначале я хотела поговорить о обязанности работодателя. Подойдите, за матчем следите, да? За матчем я не узнал. Да, шахматистов. Название чемпиона мира и не следите. Ну, нашу, товарищу. Я за более активный спорт. Хотя мы следим в процессе, что здесь тоже задействует. А что, это не важно, правда? Нет, потом важно, что это вот все-таки не между индийцем и Шведом, а между нашим товарищем, молодым Корякиным. Ну, вы знаете там, что вот по итогу всех игр ничья. И сейчас переходят они в такую стадию блиц, и мы с вами тоже переходим. Вам дается пять минут для того, чтобы вы... Пять минут вам дается для того, чтобы вы высказали важнейшее из того, что вы готовили. Хорошо. А если вы что-нибудь не важнейшее будете высказывать, мы посмотрим. Ну, вы говорили принцип змеи. Вначале все самое лучшее. Да, я тогда скажу, ну вот, дали человеку пять минут для важнейшего, а он, значит, натолкал туда, черт его знает, какой-то требухи, а важнейшего не сказал. А так часто бывает в жизни. Например, если вас пригласят на телевидение, думаете, там больше пяти минут дадут, да три минуты дадут, максимум. Скажут, ну, раз вы не можете три минуты ничего сказать, ну, тогда вам даже и пять нельзя давать, и так далее. Так, ну, пожалуйста. Я хотела рассказать про... Все равно представиться надо, хоть и пять минут. Да, меня зовут Павла Васов Сергеевна, я также студент третьего курса конфликтологии. Да, как странно, что это так. Я хотела рассказать про обязанности работодателя по рабочему времени. Не странно, она успешно сдаст зачет. Конечно, успешно. Обязанности работодателя по рабочему времени. Вначале хотелось бы обратиться к трудовому законодательству и вообще объяснить, что значит рабочее время. Рабочее время – это время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять свои трудовые обязанности. А также иные периоды времени, которые в соответствии с настоящим трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. Ну и что где-нибудь в рабочее время здесь короче, чем по закону, в коллективном договоре? Что такого хорошего там в этом коллективном договоре по рабочему времени? Время такое, какое установлено законом. Самое интересное, что в коллективном договоре написано, что нормальная предложительность рабочего времени не должна составлять больше, чем 40 часов в неделю. Но там есть исключения. В коллективном договоре как раз-таки некоторые смены, они, например, 11,5 часов. Нет, недельный срок-то все равно 40. Ну и что нового о них, что хорошего? А я вот вам докладываю, что раньше была такая ситуация, что отпуска были 55 дней у докера. А сейчас получается 28. А сейчас они вот, я, например, очень им не советовал поменять, им сказали, давайте вот, пришли на переговоры, давайте, говорит, сделаем так, мы вам сейчас повышаем зарплату. А вы это вот на счет 55 убираете и сводите, ну как у всех, 28. Вот, они пошли. Сколько я не пытался их убедить, у меня не удалось, я виноват. Вот, после этого выросли цены, зарплату эту съели, а отпуска нету. А отпуск можно было получать отпускные за это время, это же зарплата считается отпускные. И если хотите заработать, зарабатывайте в другом месте, где хотите, во время отпуска. Вам запрещено, что ли? Нет, вот и все. Поэтому, чего вы тут интересного нашли? В коллективном договоре интересно? Да, ничего, они не сократили, они себе рабочее время по сравнению с тем, что записано в законе. Это вам интересно? А мне это вот, например, неинтересно. Я с вами спорю. В коллективном договоре, если брать рабочее время, там описывается обязанности работодателя конкретно по... Ну, время не сократили, да это не сократили время они. Могли? Это вы на чьей стороне выступаете? Я на чьей, на стороне работников. Не надо. Почему? Не надо, на стороне работодателя выступать. В коллективном договоре рассказывается, то есть, определенные обязанности работодателя по предоставлению отпусков. То есть, различные категории граждан. Нельзя, как этот отпуск можно, скажем так, дробить только по писемному заявлению. Я просто не буду читать. Ну, это хорошо, да. Потому что, вот, в некоторых, вы знаете, в фирмах сейчас так любят. Вот вы только собрались поехать отдохнуть всей семьей. Так, вам первую неделю, там, мужу вторую неделю, так, или неделями, кусочками. Тык-мык, и человек не может, полноценный отдых, первое время начинаешь, так сказать, приходить в себя, а потом только отдыхаешь. А тут прийти, вот у них это прописано. Это интересно. Да, еще там интересно было, что даже если от себя дробят отпуск, одна часть не должна составлять на ей 14 дней. То есть, в принципе, две недели. Это в законе написано. И в законе, и в этом коллективном договоре также записано. То ничего интересного нету в этом. Почему? Потому что не лучше, чем в законе. По закону и так. Если бы даже не было записано, все равно так бы было. То есть, вот все то, что повторяет закон, это полезно для тех, чтобы не читать закон. Чтобы они тоже это знали. Но интересного тут ничего нет. Этот человек даже не знает, не боролся за это дело. Кто им мешает установить там 7-часовой рабочий день? Учитывая такую сложную. У них столько инвалидов. Огромное количество инвалидов. Инвалидам, да, больше, по-моему, даже 6. Нет, инвалидов у них много. Если работа приводит, систематически приводит к тому, что человек становится инвалидом. И вот такие здоровые, молодые люди, которые, так сказать, ну, можно сказать, здоровяки, становятся инвалидами через, скажем, 15-17 лет работы. То отсюда можно выставлять требования, чтобы рабочий день был, не 40-часовая рабочая была неделя, а 36 часов. Ну, те, кто смотрят, вы имеете в виду вредные условия труда или просто любая работа? Ну, я имею в виду тот коллективный договор, который мы разбираем. Он же разговор, договор с докерами. А докеры – это и есть вредная и опасная работа. И вредную и опасную работу, почему она 40 часов, а не 36 или 30? Почему нет? Потому что вот там написано в коллективном договоре – приоритетом является жизнь и здоровье, да? Поэтому работать будете так и все, как и те, которые, как вот преподаватели. Потому что вдруг я со стола упаду и разобьюсь. А там грузы надо мной все время. Ходит и техника, которая может задавить, оторвать и так далее. Разве можно это сравнить? Ну, вот такая ситуация. У вас же анализ? Да. Ну, док анализ надо анализировать. Чего хорошего? Ничего хорошего. Это вы раскрашиваете. Это вы со стороны работодателя. У вас отличный вот этот пункт по этим рабочим временем – отличный. Так мы могли бы вы себе немножко поменьше сделать, чем на других предприятиях. А сделали так, как у всех? Да. Да? Я вас разоблачил. Меня? Я пока работодатель. Да вы пока не работодатель, а мысли у вас уже идут. Также в коллективном договоре прописывается, что я не увидела в трудовом кодексе это время, периоды каких-то отдых или чего-то еще. То есть если у тебя, например, смена продолжительная, то 15 минут, чтобы пить, поесть. Вот это, да. Вот еще там было то, что если рабочая смена, например, 7,5 часов, то в эту рабочую смену входит время на подготовительные и заключительные операции – 30 минут. Да. И на основные перерывы. Да. А на некоторых других предприятиях не входит. И вот человек пока готовится, приготовляется на них все. То есть если ты пойдешь кушать, тебя никто, скажем так, не скажет. А почему ты в рабочее время занимаешься? Более того, там, наверное, вы заметили, там есть даже перерывы для обогревания. Да, это тепловые режимы, там что-то было. Или летом, там, где температура 30 градусов, а там вот 40 градусов в кабине, так, значит, можно, там, 10 или 15 минут, можно через каждый, через какой-то период останавливаться. И у меня вот была такая ситуация. Выходит такой вот весь раскрасневший. И докер говорит, что невозможно работать. Я говорю, а почему вы не прекращаете работу? У вас записано в коллективном договоре. Не знает коллективный договор, а там записано, не использует. Надо читать. Вот это то, что вы сказали, это действительно относится к рабочему времени, и это очень характерно и очень важно. Потому что если человек передохнет, и быстрее сделает, и лучше. А он не передохнет, он заболеет, и завтра не выйдет на работу. И вам хорошо будет? Нет. Поэтому и работодатель идет на эти все вещи, потому что он понимает, что иначе круглосуточная работа, которая не прерывается никогда вообще, кроме одного дня, 1 января. Поэтому, конечно, тут нужны эти самые перерывы. И между, не только обеденные. Ну, чтобы восстановить трудоспособность. Да, чтобы человек сохранял свою трудоспособность. Хватит. Также расписывается о графиках выхода на работу, то есть, что они устанавливаются согласованно с правкомом, и доводить до сведения работников не позднее, чем за месяц до определяемого ими. Да график-то там плохой, ужасный. Это сменная работа, это ужасная работа. То есть, у них в графиках обязательно должно быть отражено выходные смены, которые компенсируют переработку по сравнению с месячной. В этих графиках должно быть не более 45 ночных смен в год. То есть, если тебе поставили больше, то ты можешь... Вот, это очень важно. И учитывать обязательность предоставления еженедельного непрерывного отдыха в течение не менее 48 часов. Это тоже очень важно, потому что при тяжелой работе восстанавливать организм необходимо. Спасибо. Ибо вы доказали, что вы, так сказать, внимательно анализировали и нашли там такие вещи, на которые я сначала не обратил внимания. Спасибо. Спасибо. Так, товарищи, у нас в следующий раз консультация. Да. Это значит, что вы можете задать любой вопрос, который напрямую или косинным образом связан с теми проблемами, которые мы изучаем из области конфликтов в социально-трудовых отношениях. Вот. Могу вам порекомендовать, также вот у Пучкова вывешен ролик недавно, два дня назад, разведопрос Михаил Васильевич Попов о профсоюзном движении. Вот посмотрело 100 тысяч человек, так сказать, вот о чем речь идет. Там, об этих самых вопросах, которые мы с вами будем разбирать. Значит, 12-го у нас с вами консультация, 19-го зачет. В то же время, время обычных занятий. Спасибо. Спасибо. Готовьте злобные вопросы. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Продолжение следует...